Сегодня мы хотим вручить председателю Совета Региональной отделения партии «Справедливая Россия» Нилу Олегу Анатольевичу письмо от Александра Гришелика с предложением о сотрудничестве. В нем сказано, что уже Александром сделано, с каким трудностями он столкнулся и, с нашей точки зрения, наиболее оптимальный способ решения проблем как района, так и города – это его участие в выборах 2016 года. Посмотрим, как отреагируют руководители регионального отделения партии на наше предложение. Что для вас с 1 мая? – Праздник солидарности трудящихся в борьбе за свои интересы. – Второй вопрос по поводу выборов. Представьте выборы в 2016 году. Кто из известных политиков? – Рано еще говорить о выборах 2016 года. – Хорошо. А молодых вы будете, ребята? – Конечно. Вы сегодня всех увидите здесь. – Отлично. – Я уверен, что за это время количество людей, справедливых людей вокруг партии объединится в достаточное количество и выбор будет очень широкий. – Мы хотим вам немножко помочь в этом плане и передать письмо на один из таких молодых людей, в которых есть реальные дела и реальные проблемы, которые решаются. – Это не все еще. Я хотим ответить. 2 мая у нас завтра я представляю ассоциацию ветеранов борьбы дзюдо, турнир ветеранов дзюдо, ветеранов, ребят, которые воевали в разных горячих точках. Там будут своровцы, нахимцы. Очень хотим вас увидеть. – Первоочередная задача передачи заявления Александра Кжелика лично в руки руководителю Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олегу Нилову выполнена. Посмотрим, как опытный политик будет отвечать на свои следы. – Алексей Ковалев, самый лучший депутат законодательного собрания. Что такое 1 мая? Красная рубашка, праздничный вид? – Ну, 1 мая – это праздник трудящихся, как известно. Дело в том, что для нас это праздник, который посвящен всем социально незащищенным слоям населения. А у нас, честно говоря, в нашей России, по-моему, все социально незащищены, кроме определенной прослойки чиновников. Поэтому надо показать, что мы так и будем стоять на защите интересов просто нормального человека. – Алексей, вчера вышла моя статья, называется «Черные метки. Вручены законодательным собранием Санкт-Петербурга», где сказано, что это единственный депутат, который выступил против явно-противозаконных действий целого парламента». – Это о чем, говорится? – Это о том, что нарушают законы при принятии решения по поводу Брэцкого, что он не давал предварительную службу. – Да, да, да. Но, честно говоря, меня возмутила ситуация и с тем, что у нас фактически отсутствует сейчас вообще в городе какое бы то ни было управление. Они плюют на губернатора. Губернатор, в общем-то говоря, полностью отстранился от управления городом. Неизвестно, какие группировки борются между собой с Мольным, чтобы откусывать лакомые куски от городской недвижимости и бюджета. Мы видим это на примере последнего скандала со школой на Крестовском острове, где уже схватились Макаров и этот самый Малышевский, как его там, помощник губернатора. Ну, это, собственно говоря, те люди, которые решают вопросы в Смольном. К сожалению, Смольный превратился в место, где решают вопросы, ну, что называется, по понятиям, а совсем не в этот самый, совсем не в орган управления. – Увольнение вице-кубернатора Аганисяна. Какие последствия для градозащиты, для исторического центра? – Я боюсь, что у Аганисяна съели инвесторы, съела вот это строительное лобби, потому что он пытался показать, что есть какая-то власть в городе и есть какие-то правила. Ну, со своей такой прямотой, и, конечно, у него есть свои коммерческие интересы, у этого Аганисяна, но все-таки он не был связан с этими нашими ведущими группами, такими, как ЛСР там и другими. Ну, и я думаю, что его просто съели, занесли там, скорее всего. – И, ну, с перспективы по выборам, будешь принять участие вот в 2016 году в Госдуму? Я сделаю такую прогноз, что тебе дорога в Госдуму. – Ну, все зависит от решения партии. – Нет, этого нет, вам нет. – Или, наверное, все через партию. Честно скажу, что я большинство вопросов сейчас, которыми я занимаюсь, связаны с федеральным законодательством. Поэтому я, начиная с 90-х годов, когда закон об охране памятников делал, и сейчас все время приходится ездить в Москву. Ну, там, в любом случае, мне, если я туда попаду, то я там без работы не останусь. – А мы тебя будем поддерживать. – Наши зрители не всегда знают, кто такой Песоцкий и чем он занимается. – Ну, я Андрей Песоцкий, член сполкома Петербургского отделения по акции «Другая Россия». Сегодня мы идем в колонии за Новороссию, потому что мы считаем, что, скажем так, внутрепрактические проблемы, они сейчас отходят на второй план по сравнению с тем, что происходит на Украине. То есть нас, в общем-то, мы не можем быть равнодушными, когда Киев третит вот эти зверства на Донбассе, поэтому мы считаем, необходимо вразить в солидарность с народом Донбасса. И, что немаловажно, мы именно выступаем не за Минские соглашения, не вот за, скажем так, как написано, отдельные районы в Луганской, Донецкой области в составе Украины, но мы выступаем за Большую Новороссию. Сейчас мы развернем большой баннер «Новороссия от Харькова до Одессы», потому что мы считаем, что это все, скажем так, русскоязычное население, которое сейчас подвергается насильственной украинизации, бандеризации, то есть людям насаждают какие-то чуждые совершенно идеалы. И говорят, что ваш герой там Пандера, Шукевич и так далее. Ну, кроме того, мы социалисты, у нас будут лозунги за социализм, за социальную справедливость против олигархов. То есть вы еще славитесь конкретными социально значимыми акциями, я не имею в виду не акции протеста, а вот участие в защите законных прав граждан. Два слова можете сказать про вот это направление вашей деятельности? Ну, собственно говоря, в Витебурге им участвовали огромное количество акций в защите прав граждан. То есть это акция против валютной застройки, с акцией против Газпром-сити. И если вспомнить, то есть наши активисты, нацбол, они врывались в закатное собрание, по-моему, золотоседание, такая шумная акция под лозунгом «Такой ЗАГС нам не нужен». И среди требований протестующих, вот эти ребята, одно требование было остановить Газпром-сити, состоительство автоцентра. И в том числе, благодаря нам, ну не только, что нам, благодаря гражданам, ну и мы тоже несили свою лепту, то есть мы остановили свидетельство этого небоскреба. Ну и вообще, то есть мы участвовали в институционных бутах, когда это было навязано, монетизация льгот, чуждая нам, которая ограбляла народ. Когда выходили пенсионеры на Невский, то есть мы тоже ходили с ними, мы вели этих людей. Так что мы не чувствуем этому всему делу. Ну, какие вот планы? Приближает, в 16 год приближаются выборы, будет обострение политических всяких конфликтов? Так глубоко пока мы не копаем, поскольку занимаемся Донбассом. То есть в зависимости от того, что в России и в мире будем как-то думать, потому что очень сильно меняется ситуация. И то, что и та картина мира, и та картина политической реальности, которая была, может быть, год назад, она уже совершенно другая. И те люди, которые казались, может быть, союзниками, сейчас кажутся нехорошими людьми и так далее. Но в политике это, к сожалению, сплошь и рядом. Да. Большое спасибо, удачи! Вот вся эта ненависть, ксенофобия, все эти воины в мире, они происходят в основном из-за того, что народ очень слабо осознает происходящее, из-за того, что люди очень жестокие и несправедливые. И в первую очередь это происходит из-за того, что они так относятся к животным. Еще Пифагор когда-то сказал, что до тех пор, пока мы не перестанем убежать, резать, убивать животных, мы будем продолжать убивать друг друга. Так что это все взаимосвязано. Еще раз назовите вашу организацию, которая представляет. Центр защиты прав животных ВИТО. Мы в составе зеленого блока. Спасибо. Семенов Юрий. Кого ты представляешь? Почему ты вышел 1 мая? Я профсоюз-оспредаватель университетской солидарности, который мы еще пока не создали, но создаем. Почему ты вышел 1 мая? Ну, потому что я всегда выхожу 1 мая. Уж сколько лет, слава Богу. Традиционный праздник. Традиционный праздник. А каких проблем ты хочешь заявить здесь? Нас сокращают. У нас только в нашем институте, в Санкт-Петербургский государственный экономический институт, 800 человек подтверждают сокращению. Из них 95% это профессорский преподавательский состав. Я знаю, что ты активно защищаешь права разных обиженных людей, в частности жителей, будучих строителей. Я считаю, что они сами себя защищают в первую голову, а я чем могу, тем помогаю. Вот, собственно, и все. Поскольку в свое время мы тоже, я лично и моя семья были обмануты в плане жилья. 90-е годы. Я как бы традиционно этим занимаюсь. Ну так. По мере сил и возможностей. Ну ладно, удачи. Спасибо. Мы будем прощаться с праздником. С праздником. Абрамсон Иосиф Григорьевич. Мне стыдно задать вопрос, сколько вам лет. 87. 87. Вы профессор, доктор наук, доктор технических наук, прикладная ядерная физика. Я знаю, что вы принимаете активное участие в разных социально значимых мероприятиях, как в России, так и за рубежом. Совершенно верно. Я очень тесно связан с товарищами из Греции, из Турции, из Италии, которые сейчас ведут довольно активную протестную деятельность. Недавно совершенно новое явление в социальном творчестве масс произошло в Греции. Греции, когда был обанкротчен в 2011 году завод металлопластиков, по изделию металлопластиков ВИОНЭ, рабочие инженеры взяли во свое владение этот завод. И больше трех лет непрерывно работая, создавали себе достаточно нормальные условия жизни. И вдруг явился бывший хозяин и сказал, что он хочет выгнать всех и продать завод и территорию вокруг него с жилыми домами. А если нет, он подает иск в суд. И нынешнее левое правительство, которое у власти находится, сказало, что они поддержат рабочих. Сейчас идет борьба за это. Что сделали рабочие? Их поддержала радиотелефонная компания государственная, Салоник, которые были тоже уволены через бюджетный кризис. И они организовали караван через всю Грецию. Наши товарищи из рабочих партии Греции были главными в организации этого дела. Они три дня шли из Салоник на автобусах, пешком, на поездах до Афин. Там у них несколько миссингов было. Их приняли в правительстве, сказали, что они поддержат их. Суд отложен. Вот такая борьба. Почему 1 мая здесь обычно в колоннах питерских? Что для вас является 1 мая? Первый – это солидарность трудящихся в борьбе за свои права. Значит, это один из немногих журналистов, который весьма опасен в возрасте оказался в тюрьме. Тем не менее, расскажи два слова. Как это, почему это произошло? Когда тебя посадили? Ну, это 6 лет назад произошло. На моих глазах. После серии статей о коррупции в ГУВД и преступлениях Петровского. После этого был обыск в газете сначала. Потом за месяц до Нового года я оказался в тюрьме. Какой? Ну, сначала на Захаревской, где меня 3,5 часа били, выбили глаз. Именно там. Потом суд автоматический, как я понял. Потом уже узнал. Там все-таки был заказ. Полгода продержать и все, никаких. Вот. Потом на Лебедево тюрьма. Кресты? Нет, не кресты. На Лебедево. Вот. Ну, там меня засунуло сначала, когда глаз распух в одиночку. Я отсидел, не помню, 16 или 18 дней, пока спал. Ох, чтоб не видно было. Потом камеру. Ну, тем не менее, продолжал писать статьи после выхода, после оправдания выхода. Естественно. Вот что толкает у таких людей, как ты, в борьбу за справедливость? Привычка, убеждения, какая-то выгода? Ну, нет там выгода материальной? Нет, материальной выгоды здесь никакой нет. Но мой двоюродный брат, у него своеобразная точка зрения. Он был в Чили при Альенде и был при Пиночете. Он считает, что Путин – это наш русский пиночет. И что его ждет и нас тоже тот же вариант, что Чили. Что все-таки будут результаты перевороты преодолены. Виновные, наказанные, будет, ну, как он считает, Советы без коммунистов. Он это называет так. Потому что коммунисты себя опозорили уже. Почему 1 мая выходишь на демонстрацию? Ну, как мне 71 год, как всю жизнь, сознательную помню. То есть это сознательная акция, сознательное участие, подобного рода манифестации. Ну, 71 год ходил, скажи дальше. Планы какие, кратко, на будущее? Ну, докончить две книжки, одну, ой, извини, одна уже закончена. Это вот еще, когда мы сидели на Гагаринской, начал писать, а вторая, вот сейчас заканчиваю. 57 встреч с Путиным, когда был депутатом Леносовета, а Путин был заместителем Севчака. Все, удачи, еще раз праздником. Тюлькин Виктор Аркадьевич, первый секретарь ЦК РКРП и секретарь Ротфронта. Ротфронта. Почему уходите 1 мая? Потому что всегда всю жизнь ходил, потому что деды наши ходили, и потому что если что-то хотим добиться, надо бороться. Не будем бороться, отниму то, что сейчас имеем. Планы ближайшие? Ближайшие планы драка классовая, а для того, чтобы драться, надо организоваться, иначе будем слабыми. Поэтому ближайшие планы организация, организация и построение во фронтах. Понятно, удачи. Кузин Олег Сергеевич. Вы раньше работали вице-губернатором. А сейчас где-то уйдетесь? Я вице-губернатором не работал. Я 23 года работал главным редактором газет «Ленинградская правда», «Санкт-Ленинградская ведомость» и последние 8 лет газет «Трибуна». А сейчас я представляю правительство Ленинградской области при правительстве Российской Федерации. Два слова, что значит для вас «Первомай». Ну, я могу сказать, что, по-моему, я начал принимать участие в «Первомайских» демонстрациях со школьного возраста. То есть вот 50 лет я тому назад, наверное, первый раз прошел в этих колоннах, может быть, менее организованных. Поэтому для меня это возвращение в детство, это праздник. Это музыка, радостные лица, это ощущение весны, которые все эти годы со мной. Какие проблемы за последнее время удалось решить в качестве редактора крупнейшего городского издания? Ну, вы знаете, газета, как говорится, не решает проблемы. Она в лучшем случае обозначает их, я всегда считал, по Чехову, знаете, мы не лекарством, мы больно. Поэтому, так сказать, с этой точки зрения трудно сказать, что газеты, которые я вам говорил, решали какие-то проблемы. Но по памяти могу сказать, что несколько вопросов, которые мы поднимали, они получили свое дальнейшее развитие. Несколько лет тому назад газета «Трибуны», где я был главным редактором, вышла с большой статьей, которая называлась «К труду и обороне не готовы». Где мы говорили о низком качестве физического воспитания, да и морального тоже в школах города Москвы. Прошло несколько лет, и ГТО вернулось в нашу жизнь, стало опять всероссийским теперь уже комплексом. Какие проблемы вы планируете обсуждать в ближайшее время? Какие нерешенные проблемы остались в вашем зрении? Ну, нерешенных проблем столько, что, наверное, не в праздничный день об этом говорить. Реоритетные. Я думаю, что все-таки это проблема социального характера, разрыв, который образовался сегодня реально между очень богатыми и очень бедными людьми. И вот события последнего года, да, скажем так, связанные и с событиями на Украине, и с той изоляцией экономической и финансовой, которая оказывается сегодня Россия, они сделали намного более серьезными те социальные проблемы, которые стоят. И с точки зрения покупателей способности рубля, с точки зрения возможности пенсионеров достойно жить. Я вот могу сказать, что для людей, которые имеют хронические заболевания, сейчас стало серьезной проблемой приобретение лекарств. Так что, еще раз хочу сказать, вот почему я сегодня в профсоюзных колоннах ходу. Потому что те лозунги, которые начертаны, так сказать, на их плакатах и на их знаменах, они полностью соответствуют моему внутреннему ощущению. Спасибо. Можно сказать несколько слов о моем первом в России? Мой первом в России? Да. Что ты думаешь о том, что это? Что ты думаешь о том, что это? Я очень рада. Я просто flew в昨天. Из чего? Из Таиланд. Таиланд? Да. Отлично. Из Таиланд. Да, это просто для проведения. И это здорово, чтобы увидеть много людей, которые приходят. Это очень интересный. Можно я вас представить? Меня зовут Анан Мотанаватин. Окей. Я из Таиланд. Из Таиланд. Какой работа? Я работаю в Таиланд, в Пхукет, с русскими людьми. Я учился здесь три года назад. Два года? Окей. Три года в Петерии. Какой работа ты в России? Я закончил СПБГУ. А, СПБГУ. Да, в Филогическом. В Филогическом. Большое. Окей, congratulations. И твои друзья. Спасибо. Пока. Проблемы Невского района, к сожалению, не решаются. Мы передали обращение к Олегу Николаеву. Надеемся, он примет правильное решение и что-то займется с мирной точки. Во-первых, скажите, что для вас 1 мая, почему вы в колонах? Ну, я считаю, что это хороший весенний праздник, когда мы все должны бы объединяться, а не разъединяться. Я считаю, что повод есть на самом деле, и погода сегодня благоприятствует этому. Я считаю, что надо иногда людям выходить и демонстрировать, что мы все-таки один народ, мы все вместе. Пускай там разноцветные, но тем не менее вместе. Ну, вот я и считаю, что ложно там мир, труд, май, это класс ложно в советских временах. По Невскому району, скажите два слова, какие успехи у вас есть? В Невском районе? Успехи в каком смысле? Вы имеете партийное или же депутатское? Какие депутатские деятельности? Ну, что, первое, вот иногда всегда мне не нравится, когда считаю, что депутат ЗАГСа, он должен только, ну, будем говорить, там подарки раздавать. Я считаю, что самое главное законотворительская деятельность. Хотя, конечно, и в районе приходится заниматься, ну, например, там вот обрушением берегов, Аккервилль, вот занимаюсь, сейчас добьется, что там будут береговое укрепление делать. То есть, вот поддерживаю все эти акции, которые направлены на, ну, будем говорить, экологическую, природоохранную деятельность. Все и субботники, и посадки там деревьев, да, и свалки. Какие проблемы еще? Сказали про свалки. Какие проблемы вы сейчас как депутат сталкиваетесь? В районе или вообще? В районе, в городе? В городе, да, да. Я председаю комиссию. Конечно, большую еще, в общем, проблема – это обращение с отходами. У нас сегодня, к сожалению, Красный Бор не работает, да, а там накоплено столько токсичных отходов, которые надо все перерабатывать. Это большая проблема, он год не работает. Вторая проблема – Новоселки добились то, что мусороперерабатывающий завода не будет, а сам полигон-то закончилась лицензия, в принципе, не имеет права принимать отходы. И в городе практически больше нет мест. Вот и вопрос – куда возят? Понятно, да? Вот это такие проблемы. И проблема еще одна такая, которая глобальная, она, я считаю, над которой бьемся. Это все-таки вопрос формирования экологической культуры населения. То есть сейчас закон у нас уже ко второму стене подходит. Я считаю, что на это надо деньги тоже тратить. У нас, к сожалению, экология, она, ну, там, на задворках, да, я могу сказать, что в бюджете там меньше полпроцента у нас на природоохранные мероприятия. А в развитых странах, которые считают себя, ну, продвинутыми в этой части, это 5-6% бюджета. То есть если мы не будем нарасивать вот средства на это, то, к сожалению, не сдвинем с места проблемы. Какие проблемы можно решить в городе, какие можно решить, какие в районе можно решить, какие в городе, какие только в столице? Ну, в столице есть, это надо региональное, то есть федеральное законодательство менять, да? Конкретно какое? В частности, например, надо закон о химбезопасности в России, да, потому что вот мы готовим свой региональный такой. Ну, есть сдерживающий фактор, потому что надо, чтобы федеральный еще был такой закон. Вот. Еще региональная проблема, вот я сказал тоже, что об экологической культуре, об обращении с отходами сейчас надо свой закон, потому что в декабре приняли изменения в федеральный закон, где много полномочий новых дается регионам. Вот это надо сейчас, просто нам до конца года принять, такой закон. Какие проблемы все можно вести на районном уровне решить? Ну, на районном уровне трудно, вот как бы только на энтузиазме и районная администрация, чтобы отслеживала все свалки там. А районная администрация больше помогает или мешает? Да нет, она не мешает, по крайней мере, контакт есть с ней, да, я бы не хотел ее хаять, там, неплохо работает Серов. Жители часто обращаются к вам по экологическим проблемам? По экологическим не часто, больше, конечно, по житейским, жилищным, да. Ну, я еще и в фонде, в Каписейском совете фонда капремонта, поэтому от фракции я там. Еще, планы на 16-й год какие у вас? Будете выдвигаться? Да, планирую выдвигаться обязательно. Удачи! Да, все, спасибо. Фашист не пройдет! Фашизм не пройдет!